Всем доброго дня. Приехали с мамой на Игрень, потому что мама была в парикмахерской. У нас нету уже пятый день воды дома. Мама приезжала купаться до меня. Они не такие, как были. Это уже переспившие. Я обрезала, когда приехала. Красивые. Сейчас их... А это кушает, да? Сейчас их надо обкропить опять. Мне желтые больше нравятся. Они лучше пахнут. Потому что скоро их не будет. Гляньте, какая красота. И видел. Видел сыновейшек. Натальяш, ты мне прошлый раз показывал. На дотатове, по-моему, кто там. Лампочку ему дать. Это вкусная, такая сладкая молина. Это, наверное. Вообще сладкая. Я такой сладкой не помню, когда ел. А там молива, потому что она еще не давала. Попробовали? Чего? Хочет и сейчас убирает там богат. Сладкая, сладкая. Слава Богу. Какие розы, Боже мой. Розы шикарные. Хочет и сейчас убирается мы. Там Малине много езду. Я в 18.30 буду идти на тренажерку. Света, как ты соскучилась за Сайгаком? Да. А похожа на Сайгак, да? Такой же черный? Черный. Подожди сейчас. Света, а когда вообще приехала? Как он? Боже, ты еще не видела. Виде, я его выцелала. Да я не смотрел. Блин. Прыгал, наверное, да? Там до головы тебе. Да, он мне так выцеловывал. Он такой добрый. Он такой нежный стал. Он теперь нет у него таких, что он кусался раньше. Потому что знает, что у тебя, видишь, уехала надолго. Да. Совершенно другая собака. Ты вроде похудела. Да. Да? Похудела сама. Ну, видишь? Я похудела. И прическа тебе так красива. Да, как-то. Видишь, что тебя вот этими классно делают каскадами? Вот так и делай каскадами. Тут еще, чтобы тут было. Это, там, Мадам Элит. Очень красиво. Да. Нет вот такого, знаешь, вот одно как. Ну, Малахов делает. Очень хороший мальчик. Да? Красивенько, да, подстригли. Хорошо. Она так, знаешь, и вот это сзади не убирала. Он мне с нее только покрасил. Уклал и чуть-чуть кончики врезал. Красиво. Вот такие-то дела. А как загорела сама? Загорела. Я хотел сказать, да. Как, кстати, твоя нога свет? Лучше. В среду иду к врачу. Не к врачу, а к этому. Оля Галюнтина говорит, что скидай штаны, что ты там, пока загорела. Там же не видно. Штаны скидай. Нет, нет, нет. Это, кстати, платья женщина высыла. Большое спасибо. Красиво. Это не Таня, которая с Америки? Да, да, да. Ну, что я хочу сказать. В среду иду к врачу с ногой, чтобы ты еще помнишь, что я Андрею не всегда ставила. А, вот тут. Да, потому что я пару дней сюда поделала, и у меня защипление немножко есть. Ну, ты не перетруждайся. То ты тут начнешь. Цветами цими ковыряться. Бачу Ольга Леонтья, она подстригла тебе петушки. Ты шо то? Это гладенцы. А, это ты сама уже? Да. Ольга Леонтья, она помогла тебе. А ты видела, какие красивые, Георген? Видела. Это то, что Микола Сцепанович давал или колли? Нет, это я купил на рынке, но это такие, как у него. У него такие красивые, когда приезжал, прям вот такие огромные. А мы ж когда везли из Западной Украины, они уже практически все сморщились, а я поливала водой, они пустили немножко эти уже ростки, и домой привезла, посадила, смотри, даже вот эти ростки, что вы подарили бабушке. Соскучилась за Ольгой Леонтьевной. Ольга Леонтьевна скучала. Так Ольга Леонтьевна скучала, да? Сказала она, видишь, что бы еще бы подержала. Я сказал, соскуй, она сказала, хай. Соскелила, подожди, как посадила. Так скучала. Так скучала, что посадила от нервов. Так за Светой соскула. Так за Свету переживала, как там Света. Света, а как ты вообще после такого длительного времени, когда не была в Риме, как ты вернулась туда, именно в Италии, язык, вот не забыла? Нет. Нормально, да? Да, язык нормально. Вода вот эта на улице, да? Нет, в Италии все меня устраивает, потому что, конечно, сейчас сильный бардак для земли. И подорожало все. Во-вторых, уровень жизни тяжелее, чем, что было раньше. Да? Вообще в Европе сейчас тяжело. А беженцы есть в Италии? Очень много беженцев. И в Италии, и наших очень много. И вообще с других стран. Вообще-то в Италии у них сейчас в лекционе вот эти должны сейчас выбирать параметры. Там тоже такое творится, экономика вообще. Все плохо, не все как хорошо. Как раньше, да? Да. Даже вот если бы ты сейчас приехал с Рами, то что раньше было. Я приехала в такую, ну, так посмотрела, сколько мусора. Для меня это вообще был коров. Ну. Это был кошмар какой-то. А так ничего. Потихонечку. Одну работу сделала, вторую сделала. На море сходила. Позагорала. А как вода была? Нормально? Очень классная вода. Особенно один день я вот снимала видео. Посмотрела первый раз, увидела мидию как раз. Вот никогда не видела. Для меня была первый раз. А где они растут? Прямо возле берега. В песке что? Они на песках такие, как плиты, знаешь. Типа как, а, бетонные. Типа. И они прямо вот так, вот такими этими. Я так, типа. Думаю, что это такое? И так, знаешь, я снимала воду прозрачную. Я увидела, думаю, боже. Типа какое-то гнездо, как вешенки, да? Да. А потом другие, да. А потом другие маленькие такие тоже. Типа ракушек тоже есть, удобные. Там тоже целая куча. Запах такой. Ну, там недалеко. Ой, Филя. Филя, прекрати. Филя. Крот. И ры в яму. Ну, я же вытаскивала туда, видишь, а то... Филя! А ехала ты с автобусом, да? Да, туда. Тяжело, да? Ну, еще по сравнению тем, что я добиралась четверо суток. Туда, да? Да. Это было легче. Ребята, хорошие довезли. Спасибо большое. Сейчас включаю. Можно, да? Да. Эта загорелась. Ты что, кто включил? Уличная загорелась. Горит? По-моему, ночь. Горит! 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 Ночью только надо чтобы... Электрик! Красиво. Вот, Света, ты когда приезжаешь, ты по-другому выглядишь. Ровно. Вот и Ира моя говорит. Света, когда приезжает, она говорит, такая какая-то цветущая, такая, говорит, с такой ясной головой. Так она говорит, ну такая прям вообще, ну как европейка. Когда сидит тут, говорит, полгода, уже все, она замучает просто. Ну правда, это правда. Ну потому что нервы, кровода, там другая, еда. Не знаю. Очень мало. Нервы. Ты знаешь, может быть, когда ты стоишь одна. Вот. А что ты не мерял, когда их встал? Я всегда, когда сама за себя берешь на себя ответственность, сама делаешь, сама. А тут когда вот это все, лучше людей. Знаешь еще, когда человек ходит на работу, постоянно как-то, а это обыденная жизнь, вот такая, что-то надо очень тяжело. Хотя и там в реальности ты же делаешь что-то каждый день. Смотришь, делаешь. Мне не нравится. Работу проводишь и выходишь в магазин, что-то покупаешь. В выходные где-то выходишь. Но все равно ты среди общества находишься. Там другие будут. Ну я еще говорю, что очень хорошая вода. Что-что? Вода очень хорошая. Вот максимально, когда приезжаю в Виталию, мне хочется просто взять и выпить воду. Потому что там очень хорошая, классная вода. Где? В Риме. Ты заскучился за римской водой? Ну да, я попил. Вода классная. Вода хорошая. Я пил там, я повижу где и везде. А в начале я шел, думаю, что они пьют, думаю, в кипалке на улице. Они говорят, где увидишь, в фонтане не пьет. Да, я то же самое. Умывайся больше, мойся той водой совершенно другой. И как-то по-другому даже себя чувствую. А вот дома вот уже приехала, уже пробуешь нашу воду. Ну да. Ты ничего в сарае не замечаешь? Я? О, козырек. Нахрена себе. Ух ты. Ты сам его поставил, да, Андрюха? Классно. И глянь, ровно от дверей. И ровно так. У меня сразу я помешанный. Идеально ровно. Ну надо. Надо же. Не, идеально ровно. Знаешь, что ты так не сделала, но оно с пластика. Просто я сразу вижу. Если было железо. Я сразу смотрю по зазору, по трубе, по вот это. Вот это идеально ровно. Вы сложили, то и все. И наклонем чуть-чуть. Это ровно. Это ровно. Вот тут ровно. Классно. Это же не железо. А пластик. Это не железо? Нет, пластик. Это все пластик. А то же понимаешь, как было ветер и дождь. Такое железо тут и не надо. Оно не будет, во-первых, ни ржаветь, ни красить его не надо. Ну посмотрим зимой, что оно нам покажет. А что будет? Ничего, так и будет. Как снег навалит и мороз. Ничего, а сколько тут снега навалит? Ну на козырек. Чуть-чуть да. Да нет. Разве что сметать? Ничего не будет. Такие сугробы будут там. В этом году говорят, что снег будет. Очень красиво. И фонари вот эти красивые сделали. А внутри что? А внутри бардак. О, а что бардак? Внутри срачи. Да, надо делать. Хорошо, глянь. Каждое колесо замотано. Тульчики, лестницы. Вот эти лары. Вот эти вам лары надо. Может вам надо было пауки лары продать? Нет, мы хотели их продать. Может кто из твоих зрителей хочет купить? Да. У меня никто не хочет. Может кто-то хочет, да. Может кто-то купит. А по сколько мы их брали? По четыре, по-моему. По четыре тысячи? Да. И мне как-то по полтора. Нет. По полтора. Какие по полтора? Они в Юску четыре тысячи стоят. Где вы по полтора их брали? Один полтора и второй полтора. На сайт зайдете и гляните сколько они стоят. Что-то вы чудите. Четыре тысячи за эту корзину. Они открываются на колесиках. Вот тут колесика. Они полностью открываются. Внутри есть механизм. Кто хочет по полтора тысячи я отдам. Вот. Ну просто сам не понимает мама. Они даже понятия не имеют сколько они стоят. По триста отдам. Потому что они деньги не платили за них. По полтора тысячи я за них четыре деньги. По полтора тысячи я отдам. Одну и вторую вот эту. Мне тоже кажется полторы. Коля. Мне тоже кажется полторы. А мне тоже кажется полторы. Может дисконт был. Действительно. Я тоже помню что полторы. Полторы да. Кто по четыре тысячи за всю коробку даст. Ну вы что смешни. А потому что у меня бутилка. Він на меня смотрит. Ага. Він на меня перестал бояться. Ааа. Зайчик. Зайчик. Да. Ты меня не боишься уже. Не. С тобой игрался на руках. Как ты выносил дурака. Ага. 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 Нет. Ты тарахтишь бутылкой и будет звук. Брак по звуку. Ты ж пес блогеров. Ты должен знать что будет. Брак по звуку. Он набирает все бутылки и несет до дому. Вечером он мне эту бутылку на улице не забрал. А ну сейчас дам тебе посраки. Ну что Куль. Сколько вам стоит цена? Хорошо. Что это. Это две штуки. Одна штука Юс. Две выбрано. Метр пятьдесят. Я ничего не выбрал. Я просто увеличу вот. Сто пятьдесят на семьдесят семь на девяносто. Подожди. Это не такая. А у нас колесико, механизм и намного больше. Ручка еще. Четырнадцать тысяч он сейчас стоит в Юске. Ого. Шо? На сайт. Да Свет, а шо за блядь. Четырнадцать тысяч за ту эту коробку. Подорожало. Я думаю шо мы это не шеве брали. Да шо вы с ума сошли. За пятьсот гривен не брали. По пятьсот гривен. Ну Андрей ну четырнадцать. Вот этот стол Коля за сколько я покупал. Вот этот стол. А щас он знает же сколько стоит. За сколько это я стол куплял. Я не помню. Четырнадцать. Ну так это стол. Да. И он такой массивный. А это шо? Я лично платил свои деньги за вот эти ящики. Ой давай. На рупор. Четыре штуки. На микрофон. И скидки три пять сорок. Я за них заплатил семь штук за эти два ящика. Да. Я помню. А на сайте четырнадцать тысяч. Так продавай по тринадцать. Заделаны в дом. Я их хоть бесплатно видам. Маме не надо я видам бесплатно. Что дурный бесплатно. Просто сам факт то что я рассказываю сколько они стоят. Мне не жалко забрать. Бесплатно через забор выкини все. Будешь продавать еще. Полтора. Да это полтора дешево. Если на четырнадцать тысяч. Какие то вы. Полтора. Ой. Боже. Это кайдашева семья. Где малина? Хорошая малина. Хорошая малина. Давай малину порву. Вон там великая бача. Ростает. Это два куща. А вот это да? Да. Ого груши какие. Это зимний. Это какие груши хорошие. Да так это зимний. Все-таки надо нам с деревьями что-то делать. Правильно обрезать. Я не хочу ничего казать. Д